Жень, ты чего, курить начал, что ли? Да ладно, а... Чё это такое? А я бы знал... Футляр для сигары или сигары... Не, ну подожди, это же вообще тренд. Смотрите, какая штука. Я тут... Острый, нестрекулище-реющий предмет. Ну да, ну... Конечно, не то, чем я обычно пользуюсь, да? Не, ну вообще не в тему. Не в тему, да? Чая, да? Почему? Ну, хотя... Мне кажется, что... Главное, чтобы было чем и было что. Понятно. А что в тренде? Ну, в тренде вот... То есть то, что я где-то откопал, оно в тренде? Да, там на самом деле много всяких приспособлений сейчас, чтобы подобраться к чайным листьям. Ага. Того, о чем мы сегодня говорим. Ну ладно, Варина. Я-то просто мне понравилось взял. А вообще, что с этим делать? Да вот у нас лежит кусочек. Попробуй поковыряться. А, ну так? Я тут пока... Да нет, нежнее, еще нежнее. Угу. Ну ладно. По слоям. Аккуратно. Аккуратно. Кстати, вот, что это на самом деле, это тоже тема для отдельного разговора. Оп. Это... А у меня получилось? У нас кусочек прессованного чая. Ну, кстати, получилось нормально. Классно. Почти то же самое, что тем. Но я еще буду тренироваться. Итак, тема тоже интересная. Пусть остается, научимся. А сегодня мы говорим про самый древний чай в мире, как традиция обработки чайного листа, про прессованный чай. Угу. Потому что самый-самый вообще древний чай на свете, который только было, его просто ели, использовали в пищу, но это понятно. Подожди, подожди, подожди. Можно мне это сделать? Мы о прессованном, а это же не прессованный. А так мы сегодня планировали попить ее, это же чай из этого семейства. Так. Он просто рассыпной. А это рассыпной? Да, на прессованный будем смотреть, будем о нем говорить. Ну, так подожди, тебе же нужно показать, это же вообще целая история. Вот такой вот чаечек. Красота, да и только. И, в принципе, вот если взять этот чай, подержать над паром специальной ткани, потом его можно запрессовать, да, и превратить примерно вот в такой блинчик, который он некогда был. А почему этот не превратили вот в такой блинчик? Ну, решили оставить так. Два варианта. Так. И прессованный, и рассыпной. А что? Они оба равноправные, но они разные. То есть, в принципе, и такой может быть вкусный, и такой. И наоборот, и такой может быть не вкусный, и такой. Другое дело, что вот рассыпной чай, он у нас есть перед глазами. То есть, когда мы его видим, мы можем составить о нем свое представление. А вот прессованный чай, он часто бывает неоднородный. Иногда это нормально, иногда это хорошо. То есть, самая идея такая чая, что поверхностные слои, допустим, чайного блина сделаны из сырья одного качества. Ну, например, из почек. А внутри более крупный лист идет. А иногда бывает так, что на поверхности чай красивый, а внутри там всякая ерунда. Вот. Поэтому, пока ты лепешку не возьмешь, не начнешь ее разделять, а еще и того лучше не попробуешь, составить представление будет сложно. Так вот, я возвращаюсь к тому, с чего я начал. То есть, самые древние люди чай просто ели. То есть, ходили по лесу, срывали чай на листья. Ну, и как-то экспериментальным путем поняли, что они дают бодрость. Потом стали готовить их в пищу. То есть, добавлять к различным блюдам. Ну, в Бирме даже квашенный чай есть. То есть, чай просто... Хотелось бы попробовать. Ну, как-нибудь попробуем. То есть, одна из следующих тем передач – квашенный чай. Да. А потом просто стали собирать чайные листья. Вот. И делать изначально как бы рассыпной чай. Но, когда чай стал торговой единицей, ему стали придавать форму. Потому что в таком виде его удобнее было перевозить. А это когда стал торговой единицей? Присованный чай? Ну да. Да и очень давно еще в дотанскую эпоху. То есть, можно сказать, что это в пятом, шестом, в седьмом веке новой эры. Но описан впервые чай такой был в «Чайном каноне» у Луиуи, который в восьмом веке был оформлен. Ну, была написана эта книга самым известным, пожалуй, чайным мастером всех времен народов. Ладно. У меня достаточно практичные вопросы. Да. То есть, я пытаюсь быть практиком. И, в общем-то, всех к тому же призываю. А я чай попробую. Хорошо. У нас есть прессованный чай, у нас есть рассыпной чай. А я хочу понять, что мне сделать для того, чтобы купить классный чай. То есть, есть еще тема, ну ладно, не буду давать палочные. Вот что мне сделать для того, чтобы купить хороший чай? На что я должен обратить внимание? Ну, если говорить о прессованном чае, то, во-первых, нужно выбрать форму. То есть, это не всегда влияет на вкус, но это тоже влияет на выбор чая. Исторически чаям придавалась самая различная форма, вплоть до сувенирной и подарочной прессованной. То есть, бывает, из прессованного чая изготавливается даже мебель. Ну, вот, я в Китае, например, видел двери сделанные из прессованного пуэра столешницы. Представляешь, как удобно. Вот был наш стол с пуэра, можно было куски ломать и заваривать. А точно не оттуда? Ну, попробуй, малыш. Стол китайский? Не идет. Да я даже уже не знаю. Давно дело было. Давно и неправда, как обычно. Да, тип того, да. Но по цвету похож, правда, наверное, из почки. Ну да, да. Такой рыжеватый по оттенку. Самая распространенная форма прессованного чая, это бинча. Чайный блин, так называемый. Обычно дается по нему довольно точная информация по весу. То есть там плюс-минус 2-3 грамма 357 грамм. А почему 357? То есть что это за мера? Об этом я тебе не скажу, честно говоря. Вот так вот. Вот. Потому что не знаю. Надо будет погуглить. А вот то, что касается упаковки, то есть вот эти блины, их исторически обычно хранили по 7 штук. Вот как называлась эта связка 357, это мера веса для того, чтобы в целом вышла какая-то там единица веса общая. И вот когда там по 7 блинов на 357, получается какая-то единая древняя мера веса. Да, да, да. Оно поэтому, наверное, сложилось. И связка называлась тун. Обычно обвертывалась листья, вроде бамбука. Закреплялась еще такими, ну как у нас, из черлапси плетутся, такими вот лентами. Обвязывалась. В современных условиях частенько проволока бывает. Но на таких прикольных винтажных пуэрах, конечно, обычно такая бамбуковая лента красивая. Бывают, вот ты сейчас пьешь чай из чашки, бывают прессованные чаи в форме чаши, так и называется туча. Бывают в форме гриба, для любителей грибов. Называется мугу туча. То есть реально вот грибок, здесь ножка, здесь шляпка. Бывают прессованные чаи в кирпича. Да. Форм очень много. И сейчас есть порционные, такие шайбочки, какие-то конфетки всевозможные. То есть вся современная индустрия, она заточена на то, чтобы удовлетворить спрос. Ну, как я сказал, есть сувенирный. А какие размеры лучше покупать? Размеры лучше покупать на такие, на какие деньги хватит. Не, ну, есть, наверное, там, условно говоря, которые поменьше, они получше или наоборот похожее. Ну, я бы так сказал, что есть понятие самого классического прессованного чая. Это чай все-таки в форме блина, ну или, наверное, в форме кирпича. Кирпич обычно 250 граммовый, а блинчик обычно 357 грамм. Хотя бывают больше и меньше, вплоть до 5 кг я видел блинчики. Вот такой. Причем, которые делаются определенными партиями. То есть это не один единственное блинчик. В порядке эксперимента можно, я думаю, хоть 50 кг его сделать. Да и я по 300 кг видел, но это в единичных экземплярах там. Потом важно также, как именно он запрессован. То есть там есть две сейчас технологии в Китае. То есть есть технологии, когда прессуют на фабрике с помощью железного пресса. Когда мы говорим о прессе, нам представляется в голове какая-то машинка такая, которая скрежет, грохот издаёт, чего-то поднимается наверх, потом со звуком опускается вниз. Вот примерно так это и выглядит. Как отличить заводской от того, который запрессован вручную? Вот на заводских прессах, когда делаю, что такое вручную? Сейчас расскажу. Сначала про заводской. Получается тибин. Его называют железный блин. Вот так с виду вроде нормальный блин. Его открываешь, а по краям он имеет острые грани. Он как будто срезан. Как будто под прямым углом. А у домашнего блина, ручного прессования, традиционного, старого, как в танцкую и датанскую эпоху это делали, там края такие овальные, симпатичные. Как будто такой оладышек один большой. Так как же прессуется тот старый древний тиб блин? Называется в Китае каменным прессом прессовать в каменную форму. Так. То есть, есть из мягкого камня, ну что-то может туфа там, или мыльного камня, который удобно резать, придавать форму. Создается такое как углубление, он сам как столбик такой. Туда можно уложить чай, завернутый предварительно в материю типа марли. И этот чай обдается паром. И сверху ставится каменный вес, пресс, который придает ему форму. Сверху иногда можно на этот пресс ставать. Но говорят, что это должен быть чай китайского размера, то есть там до 70 килограммов. А лучше и полегче. Вот. И таким образом в результате давления прессуется чай. Потом разворачивается, достается этот чай. Вот. И укладывается на специальных жердях на настиле проветриваться, подсушиваться. Потому что он должен потерять эту влагу, которую он в результате технологии получил. Ну, то есть чай был уже готов. Да. Но он был рассыплен. Да. Его собрали в марлю. Ну, в чулок такой, да. Соответственно, обдали паром для того, чтобы немножко размягчить листья. И сделать его более, соответственно, клейким и способным к соединению с другими листьями. Да. Ну, обычно это в тубе такое, да, происходит. То есть там отдают паром, потом запрессовывают. Да. Сверху кладут, условно говоря, груз, который соотносится с, ну, пансонной и матрицей по большому счету. То есть, как бы... Откуда вот эта ямочка в центре? А ямочка в центре, это давит, как бы центр пресса, он так сделан, как бы, чтобы была вот эта вот выемка. Но традиционно, вообще, круг он символизирует в Китае небо. То есть, можно сказать, что эти блины, ну, как и наши русские блины, они символизируют, ну, являются частью какого-то такого особого отношения к солнцу. Я так думаю, что их фантазируют на эту тему. Солнца к небу. Сама в себе тема блина, живая. Блины, как бы, масленица. Русская наша тема, как бы. В каждый дом по пуэрному блину обязательно. А на масленице с блинами, как хорошо пуэрчик пить, я так себе представил. Хорошо. А кирпич тогда как делают? Кирпич, ну, делают примерно так же, просто прессы другие. Вот, если в фабричных условиях, так же, как я сказал, вот, до этого. Если в домашних условиях, то прессы, аналогичные каменному прессу, на которых делаются бинчи, но как бы по-другому. Понятно. Что еще есть? Что еще есть? Ты имеешь в виду, какие формы? Формы, да. Бывает еще прессованный чай. Вы сейчас вспомнил, который джутун сянча, то есть чай, который запрессован в стволе бамбука. Там сыроватый обычный бамбуковый ствол используется. Это красный чай, да, в основном? Нет, это пуэра. Да, и шена, и шу. Он дополнительно еще аромат вот этого бамбука приобретает. А как их продают, как их вообще достают? Реже достают их, раскалывают этот бамбуковый ствол, расщепляют, разделяют, а потом уже ломают кусочками. Он напоминает такую колбаску по виду внутри. Понятно. Вот, опять же, большое значение имеет и то, из какого сырья, ну, изначально мы об этом говорили, составлена сама по себе лепешка. Так. Ну, как и в случае с рассыпным чаем. То есть, какое сырье? Ну, это вообще вопрос из вопроса, да? Да, рассыпной чай, он первичный чай, прессованный, вторично переработанный. То есть, тот, кому придается форма. А вот такой вопрос. Мы берем чай. Вот пришли и говорим, ну, или там задались мне это вопросом, хотим купить лепешку чая. Да. Ну, ПР. Вот. На что нам обратить внимание? Кто-то говорит, нужно покупать 69-го года и не старше. Не 68-го. Ну, не 68-й нормально, да. Не 71-й. 71-й уже, да, уже все не фэн-шуй. Вот. А кто-то говорит, слушай, там, 2017-й год вообще best. То есть, текущий. Текущий. Текущий, да. Вот. На что обратить внимание, как прислушать? Мало того, иногда 2017-й дороже, чем 1969-й. Да бывает такое, да. Это к чему, о чем и как вообще в этом во всем разобраться? Ну, это мы, опять же, вообще прессуют, на самом деле, разные чаи. Мы об этом тоже чуть позже поговорим. Вот. Но, возвращаясь к теме прессованного пуэра, потому что основной сегмент прессованных коллекционных чаев составляет именно пуэры. Вот, говоря о пуэрах, о блинах и о возрасте, что здесь важно учитывать? То есть, опять же, главное внимание мы обращаем на сырье. То есть, важно, из какого сырья блин сделал. Если, например, вот ты говоришь, 2017-й год. Вот. Но представь, что это блин, например, который собран где-нибудь в деревне Лао Банджан. В старой деревне Банджан, выше 2000 метров над уровнем море. Недалеко там знаменитый округ Минхай. Старые деревья. Огромные деревья. То есть, там не один десяток деревьев, которым свыше 800 лет по возрасту. Так. А дерево, это как бы харизматичная тема. Он у нас как бы в России какое-то отношение к старым деревьям. Там у народов стран Балтии. Вот. Ходит к этим дубам. Старым, как бы. Ну, как там на Кушкина в сказке тоже. Это, конечно, не склон. Кот ученый. Все ходит по цепи кругом вокруг дуба. А так, что чайные деревья. То есть, понятно, что лист собран из такого чайного дерева, он сильнее по многим своим качествам. То есть, он в себе хранит и силу этого растения. Тысячелетняя история. Плюс и отношение людей, я думаю, другое. То есть, здесь первично, конечно, качество дерева. И то, что собирают с этого растения, уж собирают в определенное время года. Дня правильно обрабатывают, сделают с особым качеством внимания. И чай на выходе получается волшебным. Так вот, покупаешь, допустим, чай, сделанный в этой деревне, один из самых дорогих чаев по разным причинам. Из-за того, что очень хорошо возревает чай из этого места, то есть, быстро наступают в нем чайные перемены. То есть, правильно я понимаю, это то, когда мы купили, и очень быстро изменяется качество вкуса, цвета, аромата, и мы приходим принципиально к другому качеству чая за короткое время. Ну, относительно короткое время, да. Ну, то есть, другие чаи значительно дольше могут как-то трансформироваться. Да. Это важно. Это важно. И важно исходное качество сырья. То есть, если сырье изначально дорогое, дорогое может быть по разным причинам. Либо старые растения древние, либо чай особо приятный по аромату и по вкусу. То есть, который просто удивляет. Бывают такие пуэры, ты его завариваешь. Ну, я про шен пуэр говорю, про сырой, естественно, ферментированный чай. А ощущение такое, как будто ты улум завариваешь. И долгий аромат, и сильный вкус, и долгое послевкусие. И состояние очень мощное. То есть, чай активный. У тебя свежий, да? Живой. Да. В нем нет недостатков. То есть, ты, когда такой молодой чай пьешь, ты получаешь удовольствие как от молодого чая, но не меньше, чем от какого-нибудь терроритетного лунзина с львиного пика. Как шифен чая. А если, допустим, ты пьешь чай, который уже немножко полежал, то удовольствие получаешь как от яркого какого-то улуна или коллекционного дорогого красного чая. Если еще постарше, то в нем уже нотки времени появляются. И каждый раз он с тобой вот это все переживает, проходит, а ты сам хранишь его и наблюдаешь за этими переменами, насколько, как говорится, судьба нам позволит. И изначально высокое дорогое сырье, оно действительно может быть намного дороже, когда оно молодое, чем чай, допустим, который сделает 10-15 лет, но из неудачного сырья, либо из того сырья, которое не совсем для куэров подходит. Либо из кустового чая, то, что у них называется тайди, то есть обычный чайный кустик. То есть иногда качественный чай, ну, не говоря уже, исходя из его изначальных критерий, он значительно вкуснее, приятнее, там и так далее, ароматнее и другие совершенно разные характеристики, он за короткое время может стать, со значительно короче время, может стать значительно вкуснее, чем тот чай, который уже отлежался там 12-15 лет и так далее. Да, это во-первых. Во-вторых, вообще, как это ни странно может прозвучить, но в Китае в последнее время, и я наших, как бы, соотечественников на это тоже ориентирую, уходят от примата возраста в пуэрах. Это не единственный фетиш в пуэрном чае. Это его особенность. Это одна из его уникальных особенностей, то есть способность вступать в творческое взаимодействие со временем. То есть меняться во времени и не становится хуже не стареть, а зреть, возревать, выдерживаться. Но если чай интересный молодой, он интересен по другим качествам. Например, он органический по-настоящему. То есть это лес, это лесные сообщества, это свой фитоценос, это разнообразие природных каких-то сочетаний с различными другими растениями. Это рождает чаюнь, как китайцы говорят, совершенно особую, неповторимую, уникальную мелодию, которая несет свойства места, свойства теруара. И ты, например, вот это получаешь. Это не где-то чай посажен на плантации, который, может быть, и массово посадили, и там какие-нибудь удобрениями подкормили. Ну, в массовых, допустим, зеленых, красных чаях это бывает зачастую. А это чай, который растет в лесу. Ну, это все равно, что я не знаю, дикую садовую малину сравнить. Все помнят этот запах, аромат волшебной лесной малины и такую, как будто разбавленную водой, словно воды добавили садовые ягоды. Я запутался совсем. Вообще совсем. То есть я смотрю и вижу 10-20-летние, 25-летние пуэры по очень интересным ценам. Ну, реально. Прямо вот хоть час там 10 блинов вообще ни о чем купить. То есть цена смешная, очень нравится, почему бы не купить. И есть пуэры, которые там 2016-2017 года, и цена такая впечатляющая. Как мне сделать выбор, я не понимаю. Вот я смотрю на то и на другое. Что мне делать? Практически советы можно? В чем правда, брат? Да, в чем правда? Что делать-то? Ну, реально. То есть многие говорят, да, 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 25-летний пуэр. В чем село, да? Да, это же вообще the best. То есть давай, вот смотри, на другое вообще внимания не обращай. Вообще, к сожалению, Жень, возраст это хороший маркетинговый ход. То есть это хорошая уловка для не слишком добросовестного продавца. Вот. Как бы зачастую довольно невменяемый чай, переобернутый. То есть с которой снята оригинальная упаковка, которая не несет вообще никакой информации, нигде он сделан. Если он вообще 20-летний. Да, не кем он сделан, да. Ну, произвольный возраст устанавливается и здесь все определяется уже с как бы опытом покупателя. То есть покупатель выведет, продастся на чистую воду или нет. А развлечение старых чаев довольно сложное, непростое занятие. Там есть куча совершенно имитаций, фальсификаций. Целая своя культура. Как культура настоящего, так культура и фейков. Поэтому, вот отвечая на твой вопрос, чтобы было понимание. Есть очень старые чаи знаменитых марок. Их было в Китае, допустим, во времена культурной революции. Ну, когда только Денсеопин к власти приходил. То есть конец 70-х, 80-х годы. Еще более ранние, 50-е, 60-е были классные марки. Их было немного, производителей было немного. Вот они делали классный, качественный чай тогда. И, собственно говоря, больше на рынке как такового чая не было. Это до какого года? Ну, это до бума, собственно говоря, Пуэрного, который пошел. Там 2004-й, да? Ну, в конце 90-х годов он в Китае начал подниматься. Особенно в начале 2000-х, когда появилось много маленьких компаний. Вот эти все марки старых чаев, они известны. Они называются по лейбакам таким. Например, Ху Нинь, Красная Печать, Зеленая Марка. Если этот чай оригинальный, качественный, он стоит должен сотни тысяч рублей. Если он старый, реально, там 60-х, 70-х годов. И можно определить, сколько там с коллекционерами поговорить, пообщаться. Сколько этих блинов осталось, сколько их есть в наличии, сколько циркулирует на рынке. Иногда там считанные десятки или сотни образцов на весь мир. Там сложившаяся своя коллекционная тема, цена и прочее. А остальное, то, что продается как бы за копейки, ну, зачастую это то, что называют состальным чаем. Состаривает этот чай по-разному. Вот Пуэр, Шу состаривается в куче. Это неплохо, потому что это его технология. А лепешки шеновые, то есть, естественно, ферментированный чай, иногда закладывают на принудительно мокрое хранение, на так называемый мокрый склад. Что не очень хорошо. Ну, в большинстве случаев нехорошо. Есть контролируемые влажные хранения, когда человек, скажем так, благим мотивом движим. Вот так называемый гонконгский стиль хранения. То есть, просто чай хранится в более влажных условиях, созревает быстрее, но возраст ему дают все равно хронологический. То есть, 10-летний Пуэр влажного хранения. Значит, он 10 лет хранился на влажном складе при определенных условиях. То есть, он вообще может такое время преобразовываться? 10 лет при влажном хранении? Может преобразовываться, да. То есть, у него еще есть потенциал для того, чтобы доферментироваться? Да, просто у него как бы другой вкус, другой аромат. А зачастую, Пуэр, который хранят во влажных условиях, те же китайские продавцы, они возраст придумывают просто из головы. А у нас многие люди просто не ориентируясь в этом, покупают, продают его как старый. И в итоге это на рынке рождает вот этот смешной мыльный пузырь. Все гонятся за время. Пуэра и возраст. Возраст важный, но идеальные условия, когда ты отслеживаешь его своими глазами, своими ощущениями, когда честь живет с тобой. Либо ты берешь сразу заведомо старый чай у продавца, которому ты доверяешь, и с которым ты можешь опять же его попробовать. Понять эту динамику вкуса. Вот я слышал, например, мы часто сравниваем чай и вино, что в винах придумали какие-то тестеры, которые в состоянии определить возраст вина. Ну, как бы я об этом слышал. Я не специалист глубокий в области ВИН, поэтому не могу подтвердить или опровергивать эту информацию. В чае такого приборчика не существует. Поэтому в чае мы определяем все органолептическим путем. Либо по данным второстепенным, то есть по данным полиографии, если чай обернут. То есть можно посмотреть возраст бумаги, если она родная, оригинальная. Это важно. Ну, какие-то там вот эти вот нюансы именно того, что можно назвать родной оригинальной. Кстати говоря, наверное, это тоже повод посмотреть, если там 12-15 лет Пуэро, а у вас бумага прям очень красиво выглядит, вся чистая, аккуратная. Это вызывает должен вопрос точно. Да. А наоборот, как бы слишком руаной тоже плохо. Тоже плохо. Иногда китайцы такое художество надрывают, что прям настолько красиво порвано. И что настолько покупать не хочется. Да-да-да. Знаешь, такое ощущение, как в детскую игру как будто играть, что кто-то там у него стрелял дробью в этот чай, в беднягу. Ну, или там жучков каких-то сажали для того, чтобы он ел. Но у меня еще один вопрос, достаточно такой часто задаваемый. Человек хочет купить Пуэр, да, и положить его на длительное хранение. Какой стоит купить? Молодой, старый, да. Какой быстрее будет расти в цене, возможно. Да, потому что это тоже зачастую такая игра интересная. То есть, положил Пуэр, а он растет. Причем стоимость прирастания цены, она зачастую существенно перекрывает все допустимые проценты в банках и так далее. То есть, почему бы нет? Ну да, пока идет такая тема, пока идет вот эта самая Пуэрная пирамида, причем она реальная. Она чем-то напоминает по своему феномену тюльпанную голландскую знаменитую пирамиду в свое время, которая как бы была выстроена. Ну, я тебе так скажу, что то, что касается того, который Пуэр брать под выдержку, как именно его выбрать, я могу высказать свое частное мнение. Как любителя, специалиста в чаях, который этим занимается уже довольно давно. Мне кажется, что нужно брать качественного сырья, сделанный молодой чай. Пить его, пока он молод. То есть, взять, допустим, 2-3 блина. Один пить прямо сейчас, потому что он уже хорош. Хорош просто другими своими свойствами. Один заложить в какое-нибудь дальнее хранение, а один взять и открыть, допустим, через год или через полтора года. И наблюдать, возможно, записывать свои ощущения, встречаться с друзьями, пить вместе этот чай. Это очень интересно. По поводу сырья, мне нравится сырье с гор Булань. Вот в горах Булань, там совершенно необыкновенное качество сырья, оно способно довольно быстро изменяться. И в нем есть изначально довольно горький вкус, кху, как говорят китайцы, который потом переходит в гань, в сладость. И цвет как бы очень интересный, довольно быстро меняется. Там есть три деревеньки, об одной мы говорили, Лао Банчжан, но оттуда сырье почти недоступно и по цене и по его редкости. Есть и деревни Синбанчжан и Лао Манье. Какой-нибудь из этих деревень выбираешь, молодой шин, хранишь его, и он будет интересно развиваться. Это вот, как сказать, если нужен совет. Хотя в других регионах Китая, Юнане вернее, тоже есть интересные чайные горы, интересные теруары, которые дают любопытный вкус. И чаи, из которых будут интересны во времени. А что такое, допустим, шу-ль-шен-пуэры совсем свежие этого года, либо там прошлого, и которые стоят очень дешево? Очень дешево. То есть, что с ними делать вообще? Стоит ли на них обращать внимание? Не стоит сразу. То есть, вообще, есть ли какие-то критерии цены, от которых стоит пойти и сказать, что вот этот чай, наверное, уже претендует на то, чтобы иметь задел на то, что он хороший? Ну, я бы сказал так, что если говорить по поводу молодых пуэров, совсем-совсем уж дешевых, то на них не стоит обращать особого внимания, потому что это по большей части то, что называется тайди. Кустовое сырье. Потому что сырье со старых деревьев, оно довольно дорого. Ну, и вообще, как бы, с деревьев, лесное сырье. А что тогда человек получит? Ну, кустовое сырье. То есть, что он за эти деньги может получить в принципе? В принципе, за эти деньги лучше купить какой-нибудь рассыпной чай из другого китайского региона и попить его с удовольствием. И вообще ни шуи, ни шин пуэр. Да, потому что исторически простые прессованные чаи делались в основном для народов Великой Степи и для специфического способа употребления, для варки на молоке. То есть, когда это своего рода был чай и еда, энергетически заряженный, вкус и ароматические свойства чая эти народа мало интересовало. Интересовала энергия и то, чтобы чай был одновременно и питьем, и едой. Поэтому лучше, конечно, ориентироваться на чьи довольно дорогие, опять же, если продается адекватно. Если сказать какую-то цифру произвольную, мне так кажется, что от 5-7 тысяч рублей за блин где-то стартовая цена не меньше. Начальный, да? То есть, от этого либо прошлого года? Да, да, да. Совсем свежий. От текущего года, да. Свежий блин, понятно. Где-то приблизительно в таких... Таковая реальность стоимости чая сейчас в Китае. С учетом изготовления, количества, качества. Да, реальность стоимости чая, которая фигурирует на рынке, чтобы хоть как-то оправдывать расходы продавца. Ну, понятно. То есть, на другое смотреть можно, но не сильно желательно. Ну, просто нужно знать, что под этим будет подразумеваться. Ну, да. То есть, давать себе отчет в том, что вы покупаете. Да. Либо искать старый чай, как бы старых фабрик, платить за это очень большие деньги. Можно примерно понять. Если мы попали в тренд, мы купили свежий чай, вот совершенно там молодой, да, прессованный, и он классный. Да, вот действительно попали в тренд. Можно ли примерно понять, насколько быстро и какими темпами он может дорожать? То есть, какой прирост может быть? То есть, условно говоря, мы купили, вот мы начали, допустим, от стартовой цены 5 тысяч за брин. Пример, купили за 5 тысяч. В следующем году или там через год, это что вообще в целом? То есть, если мы захотим тот же самый чай купить через год, он нам во что примерно... Ну, чтобы не фантазировать как бы на эту тему и индивидуальные какие-то особенности отдельных чаев не учитывать, возьмем так 25% в год прирост. То есть, это как бы реальный стабильный прирост цены на Пуэр. То есть, ты не купил молодой чай, подождал, пожадничал, потом захотел купить такой же дороже. Во-первых, не факт, что ты его вообще купишь. То есть, он может разойтись среди коллекционеров, и коллекционер уже... Просто не будет. Хозяин чая, он не захочет его ни за какие деньги продавать. Он говорит, это моё. Да. Это нормально. Есть разные коллекционеры, есть продающие, может просто цену набивает. А может быть, реально человек не хочет продавать. И правильно делает. То есть, мы отталкиваемся от того, что минимум через 3 года он будет в 2 раза дороже. Вот примерно такая, наверное, тенденция, да? То есть, корреляция того, что у нас... Да, но зависит, опять же, очень много от конкретного чая, от изначального качества сырья. Да, насколько она меняется. Всё равно, всегда тоже нужно учитывать, что это определённый риск. Поэтому ты должен доверять продавцу и знать, из какого района сырьё интереснее развивается. Если ты рассматриваешь это... Если для тебя время в пуэре важно, и для тебя это форма вложения собственных средств, либо ты об этом думаешь. Ну да. Ну, такие вопросы задают, поэтому стоит раскрыть эту тему тоже. То есть, это тоже имеет значение. То есть, я не противник недорогих чьих. Просто реальность рынка пуэров такова, что это практически невозможно совместить. То есть, качественный пуэр и невысокую цену. То есть, мы за эту цену... В принципе, как бы молодые шу-пуэры, они могут быть относительно недороги, поскольку очень большое значение имеют технологии. Но те шу-пуэры, которые полежали, их тоже на рынке стало меньше. В них происходят, может быть, не такие существенные изменения, как в шенах, но они всё равно происходят. Они тоже довольно редки, довольно дороги и довольно ценны. И разница тоже существенная будет между молодым и старым шу-пуэром, то есть, тем, который полежал. Понятно. Что такое чайные головы? Да, вот идёт тема, некоторые продают, соответственно, чайные головы, чайные головы, носят за ними. Это что такое? Давайте попробуем раскрыть эту тему для наших зрителей. Ну, как бы на этот счёт тоже существуют разные версии. Сначала, когда первый раз увидели эти чайные головы люди в России, лаучатоу называется, старые чайные головы, многие не поняли, что это, откуда, и с чем, как говорится, это едят. В большинстве случаев сейчас принято считать, что это продукт побочный, который образуется при воду и при влажном скирдовании вот этих масс шу-пуэра. То есть, это либо верхняя корочка, которая образуется при недостаточно тщательном перевораживании кучи, либо нижняя корочка. И вот эти вот корочки, они потом разбиваются, и отдельные фрагменты, отдельные кусочки, они называются вот это лаучатоу. Старые чайные головы. Смешно, кстати, как только в России поведение, какие только названия не придумали. Доходили даже до драконьих какашек. Считали, что, видимо, это очень романтично. А это более низкосортная часть, как бы, пуэров? Или там есть и достаточно высокого качества, да? Ну, зависит от сырья. Но, опять же, я думаю, что по отношению к чаю, который был в одной и той же куче, вот лежит куча крутого шу-пуэра. Томится себе, томится, скирдуется, селосуется по полной программе. Там есть отборное, выбранное, отсортированное сырье, из которого делается рассыпной чай, или потом прессованное. И есть это чайные головы. Конечно, отборное сырье будет лучше. Если мы возьмем чайные головы из крутой кучи, крутого шу-пуэра, и возьмем просто очень красивый шу-пуэр, но из никакой кучи, из никакого сырья сделанного, то чайные головы будут намного круче. Понятно. Но, в принципе, если ничего такого сверхъестественного в Китае не произойдет, конечно, все равно это вторичный продукт обработки. И я не видел у китайцев особого пиетета по отношению к этим чайным головам, как это есть в России. Многие пишут там на сайтах, я читаю, завариваются 25 раз. А зачем, собственно говоря, чай заваривать 25 раз? Можно придумать чай, который заваривается 50 раз. Удовольствие-то, собственно говоря, в чайе не в этом. Если правильно завариваешь шу-пуэр, даже с супной можно 10 раз заварить, если ты думаешь, включаешь, как говорится, немножко голову. А при бездомном заваривании чайные головы не заварятся. Поэтому мне кажется, что, скажем так, в России он значительно больше раскручен, чем в самом Китае. Я, по крайней мере, немного видел в Китае любителей страстных шу-пуэров, но они там есть. Но ни один из них, из моих друзей, не предпочитает всем остальным шу-пуэрам чайные головы. Ну и давайте опять же вернемся к метавопросу. Рассыпной или прессованный? Что делать? Как выбрать для себя? Опять же, если уходить в сторону от вкусовых предпочтений, мне, например, нравится рассыпной чай. Я вообще люблю рассыпной чай, потому что это чай современной нашей эпохи. Он появился там активно в веке в 15-м, когда был специальный императорский указ китаизду на запрете прессованного чая и развития рассыпного. Ну там хотели побороться с кочевниками по теме чайно-торговой. Ну тюк просто, прессованного чая, тюк рассыпного имел разный вес, а, собственно, как бы единица продажная была одна. И таким образом у них немножечко как бы забирали... То есть внешне это был один и тот же примерно объем. Да. Да, а вес был совершенно разный. Да, да, да. И как бы китайцы не снесли меньше расходы, а расходы кочевых народ с этим возрастали. Вот мы живем в эпоху рассыпного чая. Рассыпной чай вообще классный. Мы, мне кажется, живем в эпоху пакетиков. Ну, в глобальном мировом масштабе пока, к сожалению, да. А если говорить про любителей китайского чая, живем в эпоху рассыпного чая. Хотя прессованный чай, вот как этот осколок древней чайной традиции, он крайне интересен. И в пуэрах есть вот эта фишечка, есть эта тема. Взял лепешку, положил на хранение, развернул, взял, вот как ты сегодня, красивый ножичек, там отломил кусочек, поковырялся в этом чае, посмотрел на фактуру этого блина. Мне кажется, что по идее, если мы не берем какие-то уникальные чайные растения, пуэрны, с которых собирается настолько мало чая, что его нет смысла прессовать, придавать форму, вот тогда однозначно можно сказать, что растопной чай интереснее. То в основном, конечно, культура некой покупки, хранения пуэра, она больше, если говорить именно о шене, больше связана с чаем, которым придается форма. Поэтому, если в хранении, в коллекционировании, в обмен информацией, существовании в этом понятенном поле любителей пуэра быть, лучше ориентироваться на прессованные образцы, но и рассыпные не обходить своим вниманием. Рассыпные чаи, они также хранятся долго? Рассыпные чаи хранятся, ну, мне кажется, при прочих рамках несколько меньше, потому что, что такое выдержка хранения чая вообще? Это постферментация. То есть, это во времени изменение соотношения окисленных и неокисленных частей. Вот молодой блин, зеленый, древний, придревний, 50-60-летний, черный при черном, понимаешь? Да. Вот эту дорогу он проходит, проживает. Вот, соответственно, чем больше доступа кислорода, подходит к хранящемуся листу окрасыпному, в любом случае его больше при хранении, то тем сильнее и активнее он ферментируется. И, соответственно, его рубежный потолковый возраст, он несколько раньше. И, возможно, и само развитие несколько быстрее идет. Прессованные чаи тоже неоднородные. Вот тут мы увидим, у нашего блине есть центр. Вот, кстати, на это нужно обращать внимание. Я прям сижу, жду, думаю, сейчас вопрос. Вот он, плотный-плотный. То есть, вот здесь ферментация будет проходить несколько медленнее, чем по краям. Края рахлее. Поэтому, если у нас был бы это шуна, в данном случае, если был бы шенпуэр, то он был бы немножко неоднородным. А по вкусу, допустим, на поверхности и внутри блина тоже разное? Если блин составлен из разного типа сырья. А если одно и то же сырье? Ну, примерно эдетично. Иногда бывают облицовочные материалы сердцевины. Облицовочные делаются более эффектные с флешей, а сердцевина как бы из более крупного листа, который менее эффектно. Это практически невозможно понять, пока не купишь и не попробуешь. То есть, не раскроешь его там и так далее. Ну что, я надеюсь, мы практически на все вопросы ответили. Если есть еще какие-то вопросы, задавайте. Соответственно, в следующих видео мы раскроем, покажем, расскажем. И приходите с своим вопросом пить чай. Да вообще, да. Или с ответами. Или с ответами. Ответы мы тоже любим. Пейте чай. Все, всем пока. Пейте чай.